Благословение от Господь Давайте мы прочитаем Священное Писание, Притчи, 10 глава, 22 стих, Притчи, 10-22. Благословение Господне, оно обогащает и печали собою не приносит. Теперь знаем, почему мы приносим своих детей? Теперь знаем, почему те, которые на совместную жизнь начинают, приходят для того, чтобы получить благословение? Потому что благословение от Господа печали не приносит, потому что благословение Господне, оно обогащает. Сегодня у нас будет молитва еще одна. Тоже молитва благословения, но тех, которые приняли святое водное крещение. Вы молодые люди, которые вчера заключили завет с Господом, вы нуждаетесь в этом благословении или нет? Как вы думаете? Да? Ну давайте хором скажите. Вы нуждаетесь? Да? А братья и сестры, вы нуждаетесь? А мы, братья, нуждаемся? Конечно, нуждаемся. Каждый из людей нуждается в этом благословении. О чем сегодня будет молитва? Мы уже слышали и знаем по Слову Божьему упоминания в Священном Писании, которые эти были. Но мы сегодня остановимся лишь только на определенных вот этих вещах о возложении рук. Это видимая форма. То есть вы все будете видеть, как братья будут возлагать руки. Невидимой благодати Божией. Вы, возможно, не увидите, как Господь каким-то особым образом проявится, допустим, как во время Пятидесятницы, когда было, да? Но это благодать, которая изливается на вас, молодые люди, которые приняли святое водное крещение. Возложение рук отражает реальные духовные процессы. Человек, тот, который будет возлагать на вас руки, он не является источником благословения. Это понятно? Вы понимаете, да, эту формулировку? Человек, который возлагает руки, он не является источником. Источником благословения является Господь. Но Господь использует служителей Церкви для того, чтобы быть проводниками этого благословения на вас. Больше, меньше благословляется большим. И сегодня вы это увидите. Когда происходит возложение рук, что происходит и о чем это также говорит? Это говорит о единстве, вашем единстве. Теперь каждый индивидуальный человек, который вступил в завет с Господом, является частью Церкви. Одно, единое, целое. Все братья и сестры, которые находятся здесь, возрожденные, имеющие или получившие или принявшие крещение, являются телом Иисуса Христа. Теперь вы являетесь этим целым. Вы тоже входите в Церковь, и мы все являемся одним телом. Крещеный человек, тот, который принял, который вы вчера приняли крещение, вы обладаете теми же сами правами и обязанностями и преимуществами, что и вся Церковь. Какие преимущества мы имеем? Первое, это то, что назначение. Помните, пять назначений Церкви вы изучали, братья и сестры, которые приняли крещение. Это благовестие. На вас лежит ответственность, как членов Церкви, вы должны распространять Священное Слово Божие другим людям. Благовестие. Ученичество. Нужно учиться, нужно других научать, нужно другим подсказывать, как вести это. Самому учиться от Иисуса Христа. Общение верующих. Или совсем простым языком. Приходить на собрание. Быть в общении с верующими. Участвовать в жизни Церкви. То, что происходит. Совершать служение. Многие из вас уже совершают определенное служение. И сейчас вы еще больше будете совершать это служение. Вы еще больше вас будут допускать до определенных служений, где только члены Церкви могут участвовать в этих служениях. Также поклонение и прославление нашего Господа. Эти обязанности, которые возлагаются сегодня на вас. Но также вы получаете и преимущество. В чем преимущество? Христос придет за Церковью. Если Он придет за Церковью, Он придет и за вами. Если вы будете готовы. Также вы знаете о том, что, по Слову Божьему, что мы, как Церковь, будем царствовать вместе с нашим Господом. Это тоже большое благословение, которое приготовляет для каждого из нас. Господь любит Свою Церковь особенно. И особенно Он любит каждого из вас, которые стали частью этой Церкви, Церкви Иисуса Христа. Мы все члены одного тела Иисуса Христа. Бог через Церковь посредством служителей Церкви желает благословить тех, кто заключил с Ним завет. Но есть одно «но». Есть одно препятствие, которое может попрепятствовать вам дальше получать благословение от Господа. И условия есть определенные для этого благословения. Господь желает благословить каждого. И вас, братья и сестры, те, которые давно приняли крещение, те, которые только вчера приняли крещение, Господь желает вас благословить. И Он приготовил обильные благословения для каждого из вас. Но от вас будет зависеть, как вы будете принимать эти благословения. Если вы не будете жить по Слову Божьему, если вы будете согрешать, если вы будете игнорировать то, что говорит Слово Божье, то благословение уменьшается, 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 сходит на нет. Вы же этого не хотите? Не хотите, да? Вы хотите, чтобы как можно больше было благословения? И это правильно. Мы все так люди хотим, но к этому нужно прикладывать усилия. Слово Божье говорит нам, что Бог дал нам право выбора. Этим мы отличаемся от всех других творений и созданий, которые только есть. И Господь дает нам, вам сегодня, братья и сестры, те, которые приняли крещение, право выбора. Вы хотите получить благословение? Живите так, чтобы получать это благословение. Хотите благословение от Господа? Получайте его, потому что Господь заботится о каждом из нас. Он непременно благословит чистый сосуд. Тот сосуд, который будет сохранен в чистоте, Бог особо благословит. Бог особо будет использовать вас в вашей жизни. Несколько мест священного Писания. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, я продолжу и дни твои. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Дорогие братья и сестры, я думаю, что для каждого из нас это особый день, также когда мы, как члены церкви, как одно единое целое, принимаем еще братьев и сестер, которые вливаются в церковь, которые становятся частью церкви. Им, возможно, будет трудно. И от нас тоже, как от более старших, более опытных братьев и сестер, тоже много зависит. Как мы будем о них молиться, как мы будем их поддерживать, как мы их будем обличать, как мы будем с ними обращаться, от нас тоже это зависит. И сегодня, когда будет совершаться молитва, когда они преклонят колени, когда они будут тихо также молиться про себя, когда служители будут молиться, молитесь и вы, не забывайте про это. И когда вы пойдете по домам нашим, когда вы будете вспоминать где-то молитвенные группы проходить, Молитесь о тех, которые приняли святое водное крещение. Им будет сложно первые шаги в это делать, им нужно будет помогать. И мы, как более старшие, должны в этом также участвовать. Поэтому пусть Господь нас благословит всех и каждого. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аминь.